Теперь рассмотрим пару случаев, как рисовать силы. Представьте простой случай, где у нас силы будут уже сейчас в двух измерениях. По оси Х, по оси У. Мы возьмем случай вот такой. У нас есть наклонная плоскость. Даже сделаю ее намного побольше. Итак, наклонная плоскость. И на ней стоит коробка. Какие силы действуют в нее? Давайте посмотрим. Первая, это конечно же сила гравитации, которая смотрит вниз. Вторая, это сила реакции опоры. Я ее обозначу красным. Посмотрите, что важно знать. Что сила реакции опоры направлена перпендикулярно опоре. Да, это логично. Она не направлена вверх, а направлена перпендикулярно опоре. Пока что у нас больше нету никаких сил. Я обозначу силу гравитации. И силу реакции опоры. Посмотрите, сразу же из этого рисунка можно увидеть, что есть результирующая сила, которая направлена куда-то сюда, которая будет равна сумме силы реакции опоры и силы гравитации. Но об этой результирующей силе мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас мы попробуем записать эти силы для разных осей. Сначала для оси Х и для оси У, чтобы понять, какие силы чему равны. Мы выбираем ось координат. Я выбираю ось координат такую, которая перпендикулярна моей поверхности. Вот ось У и вот ось Х. Теперь посмотрим. Давайте попробуем зарисовать, какие силы у нас направлены по оси У. Начнем с этого. По оси У. У нас есть сила реакции опоры. Все. Пока что все. Ее я пишу за знаком плюс, потому что она направлена в том же самом направлении, видите, стрелку, что и ось У. Давайте посмотрим еще, какие силы есть вдоль оси У. Для этого мы будем пользоваться проекциями. Я вот так вот дополню эту линию, чтобы у меня она была параллельна оси У. И спроецирую силу гравитации, вот здесь 90 градусов, на ось У. Да, это моя ось У, зелененькая. Я на нее проецирую силу гравитации. Вы знаете, что я могу оси координатам двигать как хочу. Могу подвинуть сюда, у меня вот это будет У. Могу сюда, а это будет У. Не важно. Я просто выбираю, где у меня будет У. Теперь у меня У, где зеленый пунктир. И я рисую новую силу. Вот такую. Которая направлена вдоль оси У. И я ее назову. Сила гравитации по оси У. Посмотрите, как я ее сейчас запишу. По оси У у меня есть ФН, которая направлена вдоль нее. И сила гравитации по оси У, которая направлена против нее. Поэтому я ее пишу со знаком минус. Все. Больше сил на этой оси нет. Поэтому я могу закончить. По оси У моя коробка не двигается. Не двигается. Поэтому я могу сказать, что сумма сил по оси У равна нулю. То есть сила Н и сила гравитации по оси У уравновешивают друг другу. Мои стрелки, может быть, об этом не говорят. Поэтому я нарисую чуть-чуть красивее стрелку теперь. Для ФН, которая будет не такая длинная. Но эти силы уравновешивают друг другу. Давайте дорисуем теперь последнюю силу, которая еще действует. Я свою ось Х перерисую в центр коробки, чтобы мне было удобно. И спроецирую на нее силу гравитации. Вот она. И это сила гравитации по оси Х. Я могу как хочу записывать. Ну, я вот так вот придумал сила гравитации по оси Х. И давайте я ее сразу же запишу в свое уравнение. Сила гравитации. Посмотрите, почему я не рисую стрелки над своими силами. Потому что я уже выбрал направление. И понятно, по каким направлениям эта сила движется. То есть я пишу плюс сила гравитации. Гравитация. Это не Y, а гравитация. По оси Х. И мне больше не нужно писать стрелку, потому что я понимаю, что эта сила движется вдоль оси Х и по направлению с осью Х. Вы видите, что она ничем не уравновешена. Да? Поэтому моя коробка движется в этом направлении. Эта сила ничем не уравновешена, соответственно, коробка будет двигаться в этом направлении. Коробка будет ехать по склону вниз. И это довольно логично. Посмотрите, я дополнительным цветом обозначу возможные другие пути коробки. То есть моя коробка не будет двигаться вот сюда, правда? Моя коробка не будет двигаться вот сюда. Моя коробка не будет двигаться вот сюда, вот сюда, сквозь всю мою наклонную плоскость. Нет. Моя коробка будет двигаться в одном определенном направлении. И я нарисую прям черную-черную стрелку. Моя коробка будет двигаться вот в этом направлении. И это можно понять из моей диаграммы сил. Это единственная сила, которая ничем не уравновешена.